МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание встречающих и провожающих! Чтобы войти на железнодорожный вокзал, теперь понадобится пропуск. Как к новости отнеслись горожане? Оползни рвут город на части. Сразу в нескольких районах курорта зафиксированы разрушения дорожного полотна. Что об этом говорят специалисты? Майский парадокс. Эксперты утверждают, что бензин стремительно дешевеет. А согласны ли с ними водители и что показало наше собственное исследование? Ананасовая, земляничная или Виктория? На курорте в самом разгаре клубничный сезон. Откуда везут ягоды и сколько они стоят? На этой неделе Сочи принимал много гостей. Так, в понедельник в сочинской резиденции Бочаров-Ручей состоялась встреча Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. А уже в четверг на курорт стали прибывать первые гости по случаю Дня города. Одним из ярких событий стал традиционный летний пресс-тур. К морю съехались настоящие акулы-пера. Съехались, чтобы увидеть своими глазами, какой он нынешний Сочи и может ли он составить конкуренцию другим городам. Гости увидели первый в России копляж, побывали в эвкалиптовом сквере Венчагова и узнали планы по реконструкции масштабного розария в ривьере. И все это только за несколько часов первого дня пресс-тура. Вместе с ним по красивейшим уголкам в Сочи проехала и наш корреспондент Дарья Дмитриева. Пляжная территория маяка полностью преобразилась. В прошлом году здесь демонтировали устаревшие конструкции, провели работы по расчистке и благоустройству. В этом году мы пошли дальше. Как помните, мы сделали экологические пляжи из песка. Мы применили натуральный материал – это брусчатка, деревянные настилы. Большое внимание мы уделяем раздельному сбору отходов. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика. Там же на территории установлен фондомат для сбора пластиковой тары и небольшой маячок рядом с ним для сбора крышечек. На набережной установлены удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора. Имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей пляжа. Соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения. Уделено особое внимание безопасности и качеству предоставляемого сервиса и услугам. Так, установлены системы видеонаблюдения, заключены договоры с частными охранными предприятиями, установлены пункты полиции. Коммунальные сети на набережной полностью заменили новой современной системой водоотведения и канализования. Установили уличное освещение с энергосберегающими светильниками и оборудование для экономного потребления воды. На сегодняшний день реализуются две большие программы. Программа комплексного развития, куда входят 27 мероприятий. В основном это мероприятия по водоснабжению, водоотведению, общей стоимостью порядка 139 миллиардов рублей. И программа модернизации канализационных и чистых сооружений. После этого в парке Ривьера участникам пресс-тура рассказали о преображении Розария в год экологии. Здесь высадят 6000 кустов роз. Открытие объекта станет одним из главных событий этого летнего сезона на курорте. Также в Розарии проложена новая система орошения и капельного полива. Также проложена новая дренажная система. Как раз эти работы сейчас проходят. Будет создан единственный в России лабиринт из роз, высота цветов в котором будет достигать 180 сантиметров. Будет выделена зона сад ароматов, где будут произрастать семь самых ароматных сортов роз, привезенных со всего мира. Завершить работы по реконструкции Розария планируется в июле 2022 года. В парке Ривьера созданы новые скульптуры, общественные пространства и две новые детские эко-площадки. Здесь привели в порядок аллеи, сделали новые яркие клумбы. В честь Дня города Сочи жители и гости могут бесплатно посещать аттракционы и выставки в Ривьере. Каждый человек, находясь под сенью деревьев, ощущает небывалый прилив сил. В День Сочинца состоялось и торжественное открытие нового сквера у Зимнего театра. Он выполнен в фирменном сочинском стиле озеленение, сформированным знаменитым советским ландшафтным дизайнером Сергеем Венчуговым. В год экологии в Сочи воссоздаются его ландшафтные уголки. Вот мы сейчас находились на нашем мини-туристическом маршруте, который объединил в себе пять зон. Это одна зона, которая была отремонтирована ООПТ регионального значения, уголок фитофантазии, который выполнил Сергей Ильич Венчугов. И, соответственно, остальные четыре сквера – это уже новые скверы. Так мы приумножаем наследие и творим эти скверы в духе сочинского стиля озеленения. На территории нового сквера имени Сергея Венчугова растут эвкалипты, высаженные еще в 30-х годах прошлого столетия. На 5000 квадратных метрах проложена система автополива, дренажа и художественная подсветка. Все деревья и кустарники на территории сохранены. Дополнительно высажено более 2000 новых деревьев, кустарников и цветов. Всего до конца этого года будут созданы 11 вечно зеленых уголков круглогодичного цветения на маршруте от Зимнего театра до Комсомольского сквера. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей. На этой неделе пришла новость, которую многие очень ждали. Пляжи Санаториев, Зеленая Роща и Кудепста будут открыты для всех жителей и гостей Сочи. Об этом главе города Алексея Капайгородскому заявили их руководители, когда он посещал здравницы. Посещал с целью проконтролировать, как идут последние приготовления к приему гостей. Пляж Санатория «Зеленая Роща» капитально отремонтировали перед Олимпиадой 2014. И теперь перед сезоном там проводят только косметический ремонт. Основную подготовку к лету уже завершили. Обновили кабинки, закупили новые зонты, лежаки, освежили покрытие парапетов и аэрариев. Очистили дно. В этом году на пляже появились новые растения. Укомплектован штат спасателей. Есть медицинские работники. Видим, что серьезно пляж меняется. Все время инфраструктура облагораживается. Все время. Каждый год новые изюминки. Лучшие элементы, которые здесь по всему городу. Вот один из образцовых пляжей. Поэтому все, что можно сегодня. Даже успели заказать всю технику, оборудование. Уже все российское. Поэтому все на самом высоком уровне. Все абсолютно море проверено, дно МЧС. Все оценку дали прекрасную. Вход на пляж свободный. Самое главное. Чтобы местные жители, не только отдыхающие, которые приезжают в санаторий, а наши горожане, которые живут в городе Шочи, чтобы спокойно могли заходить и пользоваться вот этой красотой. Только для входа нужно предъявить паспорт. Пляж не только благоустроенный, но и довольно большой. Его протяженность почти километр. После штормов провели отсыпком. Отсыпка была произведена пляжной территорией. Так что двигались в правильном направлении, для того, чтобы наши отдыхающие жители, гости курорта чувствовали себя прекрасно, спокойно. И главное, комфортно отдыхали на наших пляжах. Будет открыт для всех желающих и 200-метровый пляж санатория Кудепста. Но это как раз тот случай, когда погода помешала работе. Дело в том, что в отличие от других пляжей, там пришлось обновлять все основательно. Ведь несколько лет пляж находился не в лучшем состоянии. Зону что-то сделаете? Все практически, да? У нас подвела погода только. Оборудование закупили, шезлонги, бунгалы, все готово. Туалеты тоже. Персонал, спасатели все на месте. Хорошо. Вход сюда только один у вас в этой части? Да. Раньше было ограничение, доступа не было. Будет теперь сквозной проход, не будет ограничения. Завершается и восстановление аэрариев. Так что главное, чему мешает прохладная погода, это приходу на пляжи отдыхающих. А вот новость, в которую сначала даже не все поверили. Стало известно, что теперь провожающие и встречающие на железнодорожных вокзалах Сочи и Адлера могут войти на перрон только по пропускам. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги объяснили, что это связано с летним увеличением количества пассажиров. Изменения приняты в соответствии с требованиями транспортной безопасности. При выходе на перрон пассажиры должны предъявлять паспорта и билеты на поезда. Встречающие и провожающие граждане смогут попасть на платформы только по пропускам, которые будут выдаваться при предъявлении документов, удостоверяющих личность. В Адлере нововведение отразится на некоторых туристах. Там железнодорожный вокзал используют для прохода на пляж. Теперь туристам придется обходить заборы. Стоит отметить, что в целом горожане отнеслись к новшеству с пониманием. Это безопасно будет для нас. Это все правильно. Сколько людей действительно гибнет, которые попадают и под поезда, и под колеса, а что беспокоятся о народе, я думаю, я за. Условия безопасности и условия того, что а я вот так хочу, а я вот так хочу, они немножко на весах перевешивают друг друга. Безопасность лучше. В целях безопасности, наверное, это правильно. Это будет безопасно для пассажиров и особенно для тех, кто опаздывает. То есть, если стоит турникет, человек опаздывает, его уже не пропустят. И тогда я, как проводник, уже понимаю, что все, мы поедем. Я буду спокойна, что никто не попадет под колеса. Что еще волновало наших телезрителей на этой неделе? То, что оползни рвут Сочи на части. Новые трещины пугают жителей и гостей курорта в самых разных районах города. С тревожными сообщениями они обращались в нашу редакцию. Так, прямо сейчас оползневые процессы разрывают дорожное покрытие и прилегающие к нему участки в селах Сергей Поли и Верхний Юрт. Сложная ситуация и в другом районе, на пересечении улиц Шаумяна и Олимпийской. Туда отправилась наш корреспондент Дарья Дмитриева и выяснила, насколько велика угроза тысячам людей остаться отрезанными от города. В селе Сергей Поли сейчас оползень угрожает единственному проезду. Нужно ли говорить, как боятся этого местные жители? Вот кадры 2021 года. Тогда мощный оползень буквально утащил за собой 22 дома и повредил часть федеральной трассы. Теперь добраться сюда можно только с одной странной дороги. Но ситуация на этом въезде ухудшается после каждого ливня. Грунт вымывается из-под поезжей части. Если вот эта дорога уже разрушится, то все, значит, люди не скорую не вызовут, не пожарную машину, люди окажутся вот в западне. Почти каждый год здесь ремонтируют дорогу. Но ремонтируют как? Поверхность. Слушайте, ну вот на седанах, на низких машинах уже нереально. У меня супруга не может выехать с детьми куда-то. Поэтому уже нужно что-то делать. Ничего не делают. Это просто вот уже тут местные подсыпают, где-то там что-то подливают немного, чтобы хоть чуть-чуть там это заезжать. Но вот в последнее время тут вообще что-то очень ужасное творится. По словам местных жителей, здесь периодически ремонтируют дорогу. Прокладывают асфальт без необходимого укрепления участка и замены уже полуразрушенных опорных свай. С вечной проблемой дорожных оползней сталкиваются и жители села Верхний Юрт Хостинского района. В один голос они заявляют, что к их главной проезжей части, улице Абавяна, необходимо ставить подпорную стену. На ее отрезке между табачным и совхозным переулками дорожное покрытие лопнуло. Большой его фрагмент уже провалился. Это затрудняет движение машин и общественного транспорта. Ну конечно мешает. Автобусы же едут встречные, они с людьми постоянно приходятся, люди даже бьются в автобусе, получается, когда переполнены. Когда машин нету, проблем нет. Когда встречная, приходится останавливаться, пропускать, потом проезжать. Только так. Он там периодически уже лет 20. Именно на этом месте. Мешает, естественно, там ступенька где-то сантиметров 10. С каждым днем ухудшается состояние участка в другом районе Сочи. На улице Шаумяна, подвергая жизни людей в проезжающих машинах. Оползень сошел на дороге в районе пересечения с улицей Олимпийской после въезда с транспортной. Эта дорога на сегодня единственный подъезд к нескольким СНТ, где проживает несколько сотен человек. Пока ездить можно, но местные боятся, что это ненадолго. В связи с аварийным состоянием участка дороги граждане направили коллективные письма в прокуратуру и управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Сочи. Они просят ввести на Шаумяна чрезвычайную ситуацию, провести срочные ремонтные работы и устранить оползневые процессы. А мы попросили прокомментировать ситуацию с участившимися оползнями на курорте специалистов Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи. Там сообщили, что ремонт и укрепление оползневых участков не могут быть начаты до тех пор, пока оползни активны. Сейчас специалисты ведут мониторинг более 200 оползневых участков на муниципальных дорогах курорта. «Есть абсолютно перечень всех оползневых участков, которые образованы на текущий момент. Основные, так скажем, критичные оползня мы закрываем работами в рамках чрезвычайных ситуаций. Живой пример, на курортном проспекте сейчас ведутся работы на Зелёной роще». Также запланировано устранение оползней на Сухумском и Новороссийском шоссе. По каждому оползневому случаю готовятся документации на диагностику, финансирование и ремонт в рамках чрезвычайной ситуации. Мы продолжим следить за тем, как будут развиваться события и вернёмся к этой теме в одном из наших выпусков. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри, Александр Киреев. Время новостей. На этой неделе продолжились разговоры о деньгах. Вернее, не столько о них, сколько о том, как сэкономить. И тут на инфолентах появляется сообщение – бензин дешевеет из-за экспортных ограничений. Биржевые цены на него в России в мае обвалились до минимальных значений с 2016 года. АИ-92 подешевел на бирже с начала года почти на 30%. Столь низкая цена на топливо не опускалась даже в пандемию. Хотя пока падение мало отразилось на ценниках АЗС, небольшое понижение наша съёмочная группа всё-таки обнаружила, проанализировав данные последних месяцев. Для чистоты эксперимента мы пообщались и с водителями, которые рассказали, что они видят – повышение или понижение стоимости бензина в Сочи. Бензин резко стал дешеветь в феврале, а с 15 мая вступили в силу санкции Евросоюза, запретившей сделки с российскими госкомпаниями «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Не секрет, что стоимость автомобильного топлива даже в рамках одной крупной сети может отличаться на несколько рублей. Подобное объясняется как расходами на доставку и реализацию топлива на определенный АЗС, так и тем фактом, что заправки могут не принадлежать сети, а открываться по франшизе. А тут ещё и санкции. Понижение цен на бензин эксперты называют ценовым парадоксом. Впрочем, впору задать вопрос самим автолюбителям. А вот ощутили ли они понижение стоимости бензина в Сочи? Сейчас говорят, что весь май дешевеет бензин. Ой, брежут! Брежут точно! Везде, кроме как в Сочи. Вот реально, ребята ездили туда, туда, везде, кроме как в Сочи. Говорят, подешевеваются. Я ничего не вижу. Я отслеживала на ближайшие два месяца без изменений и бросила это. Заметили, что подешевел в последнее время бензин? Если честно, не заметил. Я из Челябинска сам там дешевле. Мы провели свое исследование, чтобы выяснить, как менялась стоимость бензина в Сочи за последние месяцы. В нашем архиве сохранилась мартовская съемка табло разных АЗС с ценами. Мы проехали по тем же самым заправкам, но уже в мае. И вот, что мы видим. Автозаправочная станция «Роснефть». Слева мартовские цены, справа майские. Изменения есть только в первых двух строках. Стоимость 92-го в марте была действительно выше. Сейчас бензин подешевел на 20 копеек. А это автозаправка «Лукоил». Из четырех строчек изменения цены видим только по дизельному топливу. В марте литр стоил 52 рубля 51 копейку, а сегодня он подешевел и стоит 52,36. Остальные позиции остались без изменений. А вот АЗС «Газпромнефти». Сверяем показатели электронного табло с ценами и видим. Сейчас они остались такими же, как были в марте. Причем абсолютно по всем позициям до копеечки. Такая майская аномалия многих экспертов удивляет, поскольку конец весны, начало лета традиционно считается периодом подъема оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В это время нефтеперерабатывающие заводы обычно ставятся на ремонт. Производство различных видов нефтепродуктов резко падает. Зато спрос на бензин и дизельное топливо из-за сезона отпусков россиян идет вверх. Многие граждане нашей страны отправляются к теплым морям на автомобилях. В результате цены на АЗС растут, достигая максимума в августе. Потом они обычно немного спадают, чтобы сменить курс в октябре. Тогда идут закупки нефтепродуктов под зимний период. Поэтому делать однозначный вывод о том, что цены на бензин упали, пока рано. Ведь и их, показывает практика, по осени считают. А вот что считают только в конце весны, так это клубнику. Вернее, считают не ее, а то, сколько она стоит. Интересно и другое. К примеру, что продают под видом местной ягоды и правда ли, что она дороже импортной. С такими вопросами с началом клубничного сезона сталкивается едва ли не каждый покупатель. А в Сочи, где много туристов, прибывших из других регионов России, специально полакомятся местными ягодами, этот вопрос стоит особенно остро. Нам удалось выяснить, какую клубнику сейчас продают на курорте и от чего зависит ее цена. Шикарно. Туристов в Сочи манит не только море и солнце, но и возможность полакомиться натуральными витаминами. Сладкий аромат клубники витает над прилавками. И здесь важно не ошибиться. Клубника – это с Абхазии, сорт земляничный. Когда я говорю, что они спрашивают мне, откуда, я говорю, с Абхазии, да, с Абхазии надо. И берут с Абхазии. И такой тоже берут, допустим, кубанский, но с Абхазии больше любят. На центральном рынке продавцы предлагают выбор. Реализуют клубнику из Абхазии и Краснодарского края, в частности, из Белореченска. Сорт Виктория – твердая с кислинкой, а у ананасовой – ягода бледная, но очень нежный вкус. Также популярен сорт земляничный, который просто тает во рту. Азия самая вкусная, считается самая Азия. Сочности и сладости – все там хватает. И, во-первых, его меньше химию подравляют. Это мнение надо у отдыхающих спросить, которые кушают. Потому что для нас одно, что у Абхазии, что у нас кубанские, они оба сладкие, нежные, вкусные. Вот можете спросить, от чего отличается от турецкого, допустим, от греческого. Вот они более жесткие, водянистые, а наши такие раздушные, такие мягкие, нежные, сладкие. Лукошка клубники продается по цене от 200 до 400 рублей за килограмм. Это на рыночных торговых рядах. В городе с рук можно взять и подешевле, но качество там никто не гарантирует. Еще один главный вопрос – на что смотреть при выборе клубники. Свежесть определяется, вот ее же видно. Смотрите, она должна блестеть. Хвостики зелененькие должны быть у нее. И по виду видно, когда она свежая. И когда уже блеклая, тогда уже видно, что старая. Чем отличается? Почвы разные. Турецкая, она обработанная вся сверху, чтобы не портилась. Она как резина. А вот Белоречка и Абхазия – это самое лучшее. Кроме этого, по рекомендации продавцов нужно пробовать ягоду. При этом смотреть, чтобы клубника была сухая. Это знак того, что она не хранилась в холодильнике. И напоследок мы получили еще один ценный совет, на что надо обращать внимание при выборе клубники. Еще на честность продавца. Вот самое главное, чтобы не обманывали продавцы. По традиции клубничный сезон длится до середины июня, поэтому еще достаточно времени, чтобы запастись натуральными витаминами. Алина Тищенко, Александр Киреев. Время новостей. Россияне готовы отказаться от выходных за среднюю зарплату в 172 тысячи рублей в месяц. А вот готовы ли на это сочинцы? Или им надо денег побольше? Об этом мы расскажем во второй части нашего выпуска. И вот о чем вы узнаете еще. 22 года успеха в бизнесе. Сочинский деловой клуб отметил День предпринимательства. Какой вклад он вносит в жизнь города курортам? Дарят деньги на развитие. Макс Медиагруп приглашает предпринимателей получить сертификаты на рекламу. Как попасть в число счастливчиков? Экзамены и традиционный выпускной бал. Где и как он пройдет в этом году? Об этом мы не только рассказали в студии программы «Подробно». Далее вас ждет блок коммерческой информации. Оставайтесь с нами. День предпринимательства. Отдых вместе с Маяком? Закупись и сэкономь. Полезные товары, которые сделают ваш отдых комфортным и приятным. Гипермаркет Маяк. Гастелло 42. Клиника Уропро. Восстановим ваше урологическое здоровье. Нейрореабилитационный центр «Альфамед. Дети». Аппаратная реабилитация методами томатис, биоакустической коррекции и микрополяризации. Рекомендуем детям с задержкой психоречивого развития, расстройства аутического спектра, аллалии. Холдинг Макс Медиа Групп дарит 2,5 миллиона на рекламу для поддержки сочинского бизнеса. Подробности акции по телефону 264-00-45. Макс Медиа Групп. 25 лет вместе с Сочи. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном городе. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Футбольный клуб Сочи впервые в своей истории заработал серебро российской премьер-лиги. В матче за второе-третье место в 30-м туре РПЛ сочинцы на выезде обыграли Динамо со счетом 5-1. Забитыми мячами отметились Артур Юсупов и Кристиан Набоа. Матео Кассиера сделал хэт-трик. Это позволило команде заработать первую награду российского чемпионата в своей истории. Команда проводит в РПЛ лишь третий сезон. Второй завершила, находясь в первой пятерке. И первый в своей истории с наградами. Как сообщил главный тренер Сочи Владимир Федотов, у команды изначально была задача выходить на каждый матч и показывать максимум с огромным удовольствием. Он поздравил болельщиков, назвав результат игры закономерным итогом сезона. Футбольный клуб Сочи не стоит на месте. Работает Академия молодых спортсменов. Команды участвуют в ЮФЛ. Так накануне молодежная команда Сочи завершила М-лигу в ТОП-5. Теперь барсы уходят в небольшой отпуск, после которого с новыми силами возобновят тренировки и будут готовиться к новому сезону. Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Его цель – привлечь внимание общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Сегодня в Сочи предпринимательскую деятельность ведут 34 800 бизнесменов, среди них и члены городской общественной организации «Сочинский деловой клуб». Старейшим бизнес-сообществом на курорте является «Сочинский деловой клуб» – некоммерческое объединение крупнейших предпринимателей города, среди которых владельцы компаний и управленцы высшего звена. Клуб ведет свою деятельность с 2000 года, взаимодействуя с администрацией города, городским собранием и другими структурами. Сочинскому деловому клубу более 20 лет, и все эти годы одна из главных миссий клуба – участвовать в разрешении городских проблем. Я поздравляю всех сочинских предпринимателей, бизнесменов с Днем предпринимателя. Я хочу пожелать сочинскому бизнесу процветания. Я хочу пожелать, чтобы как можно меньше было всяких проблем, связанных с проверками, с неудачами. Сочинский деловой клуб – это площадка, где можно рассматривать любые проблемы города и выносить их на обсуждение горожан через телевизионные проекты. Регулярно по итогам каждого заседания выходит телепрограмма, и горожане видят это на ресурсе «сочи24.тв» и на сайте делового клуба. Для своих резидентов клуб проводит мероприятия разного формата – от бизнес-завтраков с экспертами из разных сфер и отраслей бизнеса до больших заседаний с участием представителей городской администрации, депутатов, ученых и общественников. Клуб дает нужные знакомства, которые потом перерастают в дружбу. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, с Днем предпринимательства. Сложное сейчас время, высокая конкурентность, низкая маржинальность, но самое главное у нас есть с вами – это наше желание, чтобы наш бизнес процветал. Желаю всем удачи, крепкого здоровья, чтобы за вашей спиной стояли ваши коллективы, которые помогали процветанию бизнеса. Ну и, конечно, благодарных клиентов. Дорогие друзья и коллеги, знаете, говорят, что мамы как пуговки, на них держится вся семья. Так вот, российские предприниматели – это те самые пуговки, на которых держится бизнес, люди, да вся страна на нас держится. Я поздравляю от души всех, кто в наше время пытается делать жизнь лучше. Тех, кто предпринимает, тех, кто старается, тех, кто работает, тех, кто не сдается. Мы говорим, что мы знаем все о процветании, но это неправда. Мы все с вами знаем о процветании. Все. Днем российского предпринимательства. Сочинский деловой клуб – это команда людей, увлеченных одной целью – всеми своими усилиями сделать город в котором они живут и работают лучше. Каждое заседание проводится с целью раскрыть наиболее острые проблемы курорта, которые волнуют и горожан, и бизнес-сообщества. Сочинский деловой клуб как зеркало отражает состояние бизнеса, а также выступает связующим звеном между общественностью и властью, что очень важно. А в честь Дня предпринимателя Макс Медиагрупп дарит бизнесменам Сочи на рекламу 2,5 миллиона рублей. Президент медиахолдинга Михаил Микшис встретился с первыми пятью обладателями сертификатов на рекламу в наших СМИ и вручил им награды. Президент Макс Медиагрупп Михаил Микшис встретился с первыми пятью обладателями сертификатов на рекламу СМИ медиахолдинга и вручил им награды. Всего в честь 25-летия Макс Медиагрупп и 15-летия радио Макс ФМ компания подарит 100 сертификатов сочинским бизнесменам. Большое количество заявок на их получение проходит тщательный отбор, после чего менеджеры медиахолдинга помогают победителям с оптимальным и эффективным вариантом продвижения. Мы сделали такой тщательный отбор, потому что основной принцип это помочь сочинскому бизнесу. Сочинскому бизнесу в том, чтобы мы получили реальную экономическую отдачу от нашей рекламы. Эти 2,5 миллиона, эти 100 сертификатов, чтобы они сработали, эффективно сработали. Рекламу своих компаний можно будет разместить на единственном городском телеканале «Сочи-24», видовом канале «Сочи-Live», городской радиостанции со стопроцентным собственным вещанием «Макс ФМ», радиостанции «Дорожное радио», новостном портале «Сочи-24.TV» и пабликах в социальных сетях «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс.Дзен». Заявки принимаются до конца июня. Адрес электронной почты на ваших экранах. Использовать полученный сертификат на рекламу можно будет с июня по ноябрь. Ассальт Ульгенова, Дарья Дмитриева, Евгений Химченко. Время новостей. Тем временем у выпускников школ сейчас самая важная пора – сдача единого государственного экзамена. А уже в конце июня на курорте состоится торжественный выпускной. Впервые после пандемии коронавируса он пройдет очно. О том, как и где его проведут в студии программы подробно рассказала начальник управления по образованию и науке города Сочи Ольга Медведева. И вот несколько фрагментов интервью. Мы соскучились по массовым открытым, мощным мероприятиям. Было здорово, весело. Все наши выпускники 11-х классов и 9-х станцевали свои вальсы. Их поздравили первоклашки. Белые банты. Да, совершенно верно. Первоклашкам напутствия сказаны были от выпускников. Услышали теплые слова от педагогов, директоров. Ну и пошли на экзамены. Экзамены впереди. Итоги будем подводить уже в начале июля. Сейчас экзамены, ну и торжественный выпускной. Как он в этом году пройдет в Сочи? Какие мероприятия запланированы? Также за последние два года это первый очный выпускной. 24 июня планируем прием главой города медалистов. Он пройдет в Дендерарии, в замечательных природных декорациях. 25 июня в концертном зале фестивальный пройдет выпускной, где глава поздравит наших выпускников, будет выступать звезда. И, конечно же, мы все будем наших выпускников приветствовать. Они в красивых нарядах шествовать будут к фестивальному. Это тоже часть нашего выпускного. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна в наших ВК-видео Сочи-24. Россияне готовы отказаться от выходных за среднюю зарплату в 172 тысячи рублей в месяц. Исследователи спросили жителей страны, при каком месячном окладе они готовы забыть о выходных и не ходить в отпуск. Средний желаемый доход составил именно 172 тысячи. А вот что бы на этот вопрос ответили сочинцы? Чтобы выяснить это, наша съемочная группа вышла на улицы города и пообщалась с прохожими. 1250. Ну, чтобы на все хватало, на ребенка, на жилье, на жизнь. Ну, и сходить куда-нибудь повеселиться. Ну, я думаю, что пара-тройка миллионов в месяц. Почему? Ну, этой суммы будет достаточно. 100. Почему? Ну, потому что это комфортные деньги на данный момент. Ни за какую. От выходных и от отпуска я не отказалась бы, потому что прекрасно понимаю, что я бы не выдержала. Ни от каких. Ни при какой зарплате отдых должен быть. Ни за какую не отказалась бы, потому что не хочу работать без выходных. Рублей за 70. Согласился бы. Почему? Неплохая зарплата, в принципе. Работать я люблю. Поэтому, почему бы не впахивать, как говорится. Наверное, как минимум 100 тысяч. Потому что меньше ты в Сочи не проживешь. И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале Sochi24.tv и на странице ВКонтакте. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Какой будет следующая неделя, покажет время и мы. Так что оставайтесь в Сочи24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова